всем привет сегодня у нас макбанг с крабовым салатом здесь два килограмма с тарелкой вместе не знаю сидим мы столько или нет посмотрим пьем сок яблочный хочу уже попробовать нас еще на канале не был грабовый салат сверху я посыпала имел натерла меркой на мелкой терке жичко классный нарезал все очень мелко люблю я храбовый салат особенно какие-нибудь не рождение что в него входит крабовые палочки яйца так свежий огуречек чуть-чуть чеснока я добавила лук сыр и минус такой простой рецепт мне кажется сыром очень вкусный сочетание нежная раньше тебя добавляли рис сейчас что-то нет многие заяда готовится рисом не в так больше нравится яичко желток натерт хотел я сказать спасибо у нас уже 16000 подписчиков было всем спасибо за это принимаем небольшие поздравления может с вечера решили что снимаем крабовый салат 7 проснулись 16 подписчиков это можно сказать тоже праздник крабовый салат обычно на праздник это также надо позадавали вопросы под прошлым видео с роллами сейчас я зачитаю один из них алина мюкхель по-моему да недавно мы ответили на ее вопрос знакомник снова здравствуйте роллы выглядят очень аппетитными и вкусными у вас золотые руки спасибо как думаете обязательны ли вы иметь высшее образование или можно быть успешным человеком и без него сейчас ведь на работу редко когда возьмут без него имеется ввиду без образования но это конечно спорная тема то есть тут нельзя сказать однозначно нужно вам высшее образование или нет врачи например как без высшего образования такие профессии в которых например образование обязательно то врачи и что еще учителя много профессий ну вот как я считаю как я делал нужно отучиться ну как я вот сделал 9 классов отучился поступил в колледж отучился получается получил среднее образование уже профессионально то есть я уже могу идти работать и дальше вы выбираете вы идете на работу ну если вас берут так скажем и уже смотрите если вам это нравится профессия вы готовы в ней развиваться и двигаться то поступить на вышку уже учиться дальше а если нет то может что-то другое попробовать осознанно поступать да не так что что вы вы учитесь потратите на это время придете это вам совершенно не нравится и в жизни вы этим заниматься не будете вкусный салат без риса если честно непривычно нежный да так вот получается но сыр не сильно чувствуется но не так много здесь также можно найти много примеров да вообще в жизни там успешных людей которые добились всего и без образования ну и также найти примеры которые люди имеют много образования много ли учились добились успеха то есть это все сугубо индивидуально салатик бомба очень понравился это у нас завтрак сейчас хотя мы уже завтракали следующий вопрос задать маша мутузов мату зова маш тебе привет привет обожаю ваше и ваше видео что именно сподвигло снимать видео на youtube спасибо за ответ маш спасибо за вопрос прям чтоб сподвигло много кстати комментариев писали я вот сейчас стараюсь после выпуска видео на все ваши комментарии отвечать особенно в первый день видео и много комментариев заметил про то как вы начали снимать youtube там что вас сподвигло то есть несколько таких было это точно ну я помню когда я раньше кого-то смотрела на ютубе я думала блин круто как не стесняются мне казалось что я никогда не смогу вот я даже не знаю как мы к этому пришли вот как ты вот об этом думала же наверно да думала да я помню еще думала какой сказать что хочу youtube канал выбирала между чем-то например нет какой свой канал да сразу знала что приду мне сразу знала что мог банкать прикольно мне нравятся каналы например есть Катя и Ваня наверное знаете да они живут в Испании мне нравятся влоговые каналы но там тоже такой труд они же каждый день на видео выставляют надо целыми днями снимать ну к этому надо привыкнуть это как работа помню когда я хотела свой канал я смотрела Айку Эмили и Верняеву Марина были для тебя да Иоанне мне они очень нравились как говорится а и Антон С он наверное был первым кого я смотрела мотиваторами вот вспомню слова да вот опять как решили снимать видео да да там вот в горе несколько было таких вот Ольга Мартынова задает вопрос с каждым разом роллы у Кости получается все лучше и лучше не стоит заказывать суши очень интересно наблюдать как он развивается давно не задавала вопросы можете ли вы рассказать более подробно как вы решили снимать видео какие ощущения испытывали когда снимали первое видео какая была реакция Кости когда Снежана решила снова заняться ютубом Ольга спасибо тебе большое за вопрос вот я хорошо помню тот день когда мы снимали первое видео я тоже это помню но не помню тот момент когда Снежана мне сказала это этот же день был или до этого нет заранее я помню ты после работы вроде пришел я вроде показала чей-то ролик на ютубе но я не помню кто это был вот не помню Кость хорошо отреагировал год назад он мне ничего не сказал нет что ты ерундой занимаешься я Снежану поддержал я его всегда поддерживаю плохого не посоветует наверное уже канал год время быстро очень летит вот мы на первый ролик поехали мы были в Казани в то время мы поехали в тандем по моему в тандем да и купили там роллы мы купили сразу сто десять роллов я не знаю зачем мы начали так снимать ролики у нас первые ролики были завалены просто едой очень много я помню такой день еще хороший был теплый мы тогда съели сто десять что ли роллов семьдесят штук сто десять не съели сто десять у нас было да семьдесят мы съели кстати кстати вот первое видео снимаю мы совершенно по моему не стеснялись да наоборот как то легче было у нас еще тогда не было подписчиков у нас не было вопросов то есть которые мы с вами могли обсудить я помню как я мониторила первый день когда мы выставили видео ну вот там два-три просмотра ну вот там два-три просмотра да я каждые пять минут в youtube заходила вот так постепенно мы стали двигаться в этом направлении развиваться как мы монтировали первое видео ну наверное надо было видеть я помню плакала сначала у меня не получалось скинуть видео я не знаю почему не получалось провод что-то может не подходил один раз я сидела монтировала перебила тебя сидела монтировала не сохраняла и у меня ноутбук завис все слетело реально плакала весь сидела потому что это первое когда начинали только это вообще не быстро было монтаж два-три часа занимал нет да целый день могли монтировать поначалу вот такие дела так что это было все непросто какая была у тебя реакция, Костя, когда youtube когда я тебе предложил читать я не помню реакцию твою о чем ты подумал я тоже естественно не помню я просто с тобой согласился и все потом когда мы резко уже решили что давай снимем тогда мы знаете как-то снимали раз в неделю вроде только, да? да, мы ролик снимали раз в неделю у нас было немного просмотра там может пятьдесят тридцать поначалу а сейчас у вас уже шестнадцать тысяч классно ну а сейчас задает вопрос бывали ли у вас какие-то неприятные или смешанные ситуации с соседями какие у вас с ними отношения сказать что ты хотел да, что-то хотел и забыл ммм хотел сказать про салат что он очень вкусный и мы его почти съели уже с тобой и какая гора еще тут вот про соседей ситуации различные бывают все кто живут в квартирах знают это ну бывает адекватно в принципе нормальные соседи которые с пониманием относятся там к ремонту к каким-то шумам но одна ситуация мне только припоминается когда мы жили в Зеленодольске к нам приходил парень откуда он был сверху снизу снизу я вешал зеркало и он первый раз пришел сказал что у него спит ребенок ну мне нужно было просверлить там говорю ладно тогда чуть попозже повешу но я тоже с пониманием отнесся ладно ребенок спит спит не буду шуметь потом уже на следующий день вечером на следующий день была? да это уже был на следующий день но не поздно было часов пять где-то пол шестого я стал опять сверлить и опять он пришел я ему в итоге сказал ничего пять минут потерпи и все я в итоге просверлил что там одна дырка а если например ремонт кто-то делает что каждые пять минут будут бегать? ну есть такие да мммм какой вкусный столат и так никаких не было ситуаций я в основном никогда не знаю кто рядом в соседе живет правда ни с кем не общается какой фильм там показывают чайные домохозяйки сериал когда они друг другу в гости ходят соседи там дома и всех обсуждают а у тебя куда помидорка делась? ты ее съела? да вкусная очень помидорка так Юлия задает вопрос привет меня зовут Юлия с чего начинали снимать видео? хочу тоже начать снимать и все никак не решусь что меня никто не увидит не будет подписчиков даже ни одного какие можете дать советы рекомендации заранее спасибо привет из Краснодара вы очень милая пара желаю вам здоровья любви и счастья Юль тебе привет тебе тоже всего самого наилучшего так с чего начинали снимать видео? мы помним поехали купили роллы приехали и стали снимать ну во первых нужно посмотреть различные видео в ютубе там обучиться ну для монтажа там какую-то программу скачать посмотреть вообще основные так сказать азы ну монтируем Adobe Pro Adobe Premiere Pro Adobe Premiere Pro мне нравится эта программа она классная у нее очень много функций но для нее конечно ей еще нужен очень хороший компьютер тогда можно вообще всеми функциями ее воспользоваться а какая еще была еще одна программа я вообще в ней не разобралась какая-то еще была у нас не была у нас не была? не была точно? точно у нас была одна а может и в этой не разобралась поначалу да было конечно тяжело но много обучающих видео в ютубе надо надо решить тебе какую тему ты хочешь снимать мне кажется всегда если еще что-то хочешь что-то попробовать и не жалеть потому что не получилось там только не в блоге многие ошибочно считают что блоги снимать это очень легко это считается в ютубе самой сложной темой а по заработку и самой низкооплачиваемой кстати так что я бы вам с этого не советовал начинать для влогов нужна хорошая камера если вы снимаете на улице стабилизация да для камеры чтобы такого не было трясучки но еще в первую очередь сами вы должны быть интересной аудитории то есть вот сейчас у нас есть например определенная аудитория уже как у вас 16 тысяч мы кому-то интересно кто-то нас будет смотреть например из влогов а так человек увидит вас первый раз ну или вы должны жить ему неинтересно будет ваша жизнь или вы должны жить где-то необычно вот девушка например Мугбангер тоже она во Франции живет я смотрю потом там вот Катя с Ваней они живут в Испании да то есть очень интересные должны быть показать то что например интересно может быть там если я такие влоги я встала я пошла работать я пришла домой я легла спать ну что тут интересно согласен еще по поводу просмотров ну в первую если вы боитесь остаться совсем без просмотров вы можете подключить своих родных а близким рассказывать у вас появится первый там может десять пятнадцать подписчиков смотря сколько у вас там друзей знакомых если вы не боитесь им это сказать ну почему-то никому не говорили почему интересно да не то что боюсь но мы хотели оставить это тайны небольшие а потом как-то нас начали находить на ютубе в рекомендациях ну мы снимали регулярно видео поэтому ютуб сам начинает уже их продвигать это вот плюс ютуба от инстаграма ютуб сам заинтересован в продвижении видео популярных так как они удерживают аудиторию на ютубе а инстаграм этим не занимается там все платно да мне кажется сейчас очень сложно раскрутить страничку в инстаграм нужны или большие вложения и реклама с другими блогерами чтобы вас рекламировали и продвигали ну мы делали две рекламы да? на своем канале две разве только? да две в самом начале в самом начале когда у нас было 150 где-то подписчиков и в районе 500 подписчиков то это самый тяжелый момент наверное набрать первую тысячу но реклама нам помогла вот от одного блогера от поля нам помогла реклама тогда к нам пришло человек 100 наверное 150 да? да это много для того времени это много было но и просмотры были? да так что если боитесь еще того что у вас никто не будет смотреть можно у кого-то купить рекламу можно рекламировать себя нужно уметь отдавать чтобы получать то есть вы должны понимать если вы заплатите вы получите какие-то просмотры и не жалеть об этом Регина Радиковна задает вопрос здравствуйте сколько вы хотите детей в будущем как зовут вашу сестру? в первый раз когда начали снимать стеснялись вот сегодня говорю все вопросы про youtube да зовут сестру Лиана я наелся сколько хотим в будущем детей максимум два наверное много вопросов про детей пишут но мы на эту тему не отвечаем так что можете даже не писать на эту тему не стеснялись за первый раз снимали нет мы снимали спокойно да? но мы еще не знали у нас был далекий довольно таки ракурс мы снимали еду далеко ну со временем как-то с опытом приходит уже вот снимать например так поближе чтобы еду было вам видно хорошо да я прочитаю я что-то устал есть недоступный вопрос задает тут очень много вопросов он написал я вот на некоторые только из них отвечу что она уже просила так сейчас вот тут один из вопросов что делать если парень не обращает на меня внимание ваш парень или просто молодой человек ну если он на вас совсем внимания не обращает можете ему написать там подойти с ним поговорить чтобы хоть как-то заинтересовать если это в ваших интересах если вам это нужно я думаю так как-то какое самое любимое блюдо это очень частый вопрос мы любим всю еду вкусную роллы роллы в частности да так же вот я не сказал что я салат вот например даже не люблю очень много не съешь вам хотя мы столько съели уже какого немного мы целую тарелку гигантскую съели сколько у вас было отношений до того как вы встретились ну в плане каких отношений просто общаться мы общались по молодости я думаю да как они ну просто общение например а так я даже в основном ни с кем не гулял кроме снежаны в основном это была у нас компания из парней я думаю у всех так девочки с девочками там парни с парнями то есть компании друзей проводили в основном так время ну серьезно у тебя не было да серьезных отношений вообще у меня не было у меня тоже кости первые серьезные отношения и так мы и остались да вот это плюс отношений так сказать в юности то что вы можете остаться так на всю жизнь вместе мне кажется каждый хочет найти пару чтобы один раз навсегда я всегда хотела выйти замуж один раз навсегда а я вот не считаю хорошим некоторые люди да хвастаются например у меня там было там десять пятнадцать там отношений девушек да с которыми я там общался кто-то же этим прям гордится я вот наоборот не сторонник этого я считаю то что лучше чтобы у тебя была например одна единственная и на всю жизнь я считаю это наоборот плюс вот это должна быть гордость да согласна для мужчин они так которые да там например среди там парней в кругу парня а есть такое что парни хвалится этим? нет ну я не говорю но вот просто слышал а даже фильм вроде есть да сколько у тебя было кто-то же этим гордится и хвалится я вот наоборот понравился салат? очень понравился больше меня не лезет я тоже не могу знаете вот когда ешь одну и ту же еду это как с наггетсами это на наггетс смотреть не было потом ну тяжело да однотипная еда весь надо разбавлять а салат мне понравился этот продублируем что мы в него писали а то может вам будет интересно кто-то привел ну рецепт чесночок кстати не чувствуется ну немного чеснока я вот люблю когда так немножко только аромат дает пишите что нам снять в следующем видео может у вас есть какие-то идеи и ваши рецепты оставим также закрепленный комментарий где вы можете написать свои пожелания хотим да более разнообразную еду начать снимать чего у нас еще не было всем спасибо за просмотры также за ваши подписки нас уже 16 тысяч классно это вообще спасибо вам спасибо пишите комментарии для следующих видео мы на них ответим всем пока до новых встреч вместе сказали